Два седана Volvo S60 с одинаковыми бензиновыми моторами T6. На первый взгляд машины одинаковы и на второй и на третий. Обе с пакетами R-дизайн и даже внутри они ничем не отличаются друг от друга. Единственное видимое отличие этих автомобилей сзади это маленький голубой квадратик с надписью Polestar. В автоспорте, а именно в кузовных кольцевых гонках, эти фирмы сотрудничают с 1996 года. А три с половиной года назад они стали предлагать свои наработки на продажу всем желающим. То, чем Volvo и Polestar в принципе хотят заниматься, они показали недавним концепт-карам на базе Volvo S60. 508 сил, ручная коробка передач, но это отдельная история. А то, что можно купить прямо сегодня, это исключительно программа управления двигателем, так называемый чип-тюнинг. И вместо 304 сил в случае с двигателем Т6 у вас 329, то есть плюс 25 сил и минус 49 900 рублей. Первые впечатления от автомобиля с прошивкой Polestar это более острые отклики на газ и ощущение лучшей динамики. Но в цифрах не все так радужно. Мы провели серию заездов и в большинстве случаев разница в разгоне до сотни составляла сотые доли секунды, максимум одна десятая. И лишь однажды нам удалось добиться разницы в три десятые секунды. Это был результат 6,17. Нужна ли этому автомобилю прошивка? С непривычки здесь перепрошить хочется многое. Например, как быстро найти список треков в iPod. Но если со всеми мультимедийными функциями можно разобраться с помощью инструкции, прочитать, выучить, то придет ли вам в голову заглядывать в инструкцию, чтобы воспользоваться багажником? Не открывается. Проверяем кнопкой. Замки открыты. Снова не открывается. Отдельная кнопочка багажника. Тоже не удается. Воспользуемся металлическим жалом. Здесь есть заглушечка. Сняли. Вставили. Не поворачивается. Можно сломать. Попробуем откинуть спинку. Но никаких кнопок ручечек я не нахожу. Нигде. То есть спинка из салона не откидывается. Остается единственный шанс пробраться в багажник. Это ключок для лыж. Но и он открывается только из багажника, а не из салона. Оказывается, все дело в том, что вы загодя заперли документы на ключ в бардачке. Создатели автомобиля предусмотрели эту функцию для того, чтобы можно было сдавать автомобиль в сервис, не вынимая личных вещей, опять же, из бардачка и багажника. Но о взаимосвязи этих замков нужно просто знать. Теперь багажник можно открыть. О том, чтобы погонять или того хуже поскользить, не возникает и мысли. И никаких шуток здесь про Volvo драйверов. Мне действительно нравится эта машина. Понятно, что разгоны с места до ста, до скольки угодно на километрах в час это совсем не главное. Куда важнее так называемая эластичность разгона уже с высоких скоростей. И здесь автомобиль с прошивкой Polestar приятнее, чем стандартный. Правда, в цифрах его преимущество явным назвать никак нельзя. Обратная сторона обостренных откликов на газ это поведение автомобиля в городе. Возникают рывки и это идет вразрез с характером автомобиля. Да, по-моему, принуждать к спорту такой успокоительный и сбалансированный автомобиль, каким Volvo S60 является в базовом варианте, это все равно, что слушать спокойную музыку громко. С активным круиз-контролем автомобиль сам разгоняется, сам тормозит. А водитель может вести себя пассивно, то есть стать пассажиром.